Нина Левицкая, солистка Свердловского театра оперы имени Луначарского. Этот груз нужно доставить срочно в Москву. Государственная важность. Опа! Пианино. Четверо детей, да еще срочно. Сейчас вас с этими бумажонками. Смотрите передачу «До 17 и старше», будет интересно, это точно. Передача «До 17 и старше» находится на премьере фильма «Смотри на меня». Сегодня мы пообщаемся с нашими любимыми артистами, звездами кино и шоу-бизнеса. О чем ваше кино? Замысел основной – это было посвящение маме. Потому что он немножко видоизменился. Конечно, время, когда я в него окунулся, обратите внимание, великие прозаики наши обходили это время. Только Нагибин. Не Остафьев, не Просковьев, понимаете, от 45-го до 50-го года в нашей литературе великой русской. А время было сложное, потому что, с одной стороны, победа, законченный этот кошмар и ужас, но голод, разруха и великий вопрос – как жить, как жить дальше? Расскажите о ваших отношениях с вашей мамой. Ну, конечно, невероятно важно звонить и поздравлять своих мам не только в праздничные дни, но и в обыденной, в повседневной жизни. Конечно же, всегда уделять внимание, любовь и заботу. Сегодняшняя премьера, мне кажется, грандиознейшего кино. Мне безумно интересно, что же мы сегодня увидим. Конечно, у меня есть песня «Мамины глаза», и, безусловно, мама – это самое главное, что есть в нашей жизни, поэтому нужно ценить и любить. Мне повезло очень с родителями, и с мамой в том числе. Она и мама, она и подруга, она и психолог мой, она всё. И она прекрасная бабушка. Вы знаете, мама достаточно строга ко мне, за это я ей очень благодарна. Я не могу сказать, что она меня за всё хвалит. Наоборот, какое-либо мероприятие, концерт, мы работаем над ошибками, что получилось, что не получилось. И вот её отношение ко мне, на самом деле, помогает мне держать в тонусе в моей профессии. Поэтому я благодарна, что вот эта вот какая-то грань есть, да, и любви, и наоборот, сделать так, чтобы я была, работала над собой, была лучшей версией себя. Это здорово. То есть она говорит, Зарочка, ты поправилась. Зарочка, нужно вот это поправить. А давай изменим цвет волос. А вот в прошлый раз у тебя был хороший макияж, а в прошлый раз у тебя кто был звукорежиссёром? То есть она, мы всё время работаем над какими-то вот нюансами. И это здорово. Мам, сква уже близко? Близко, скоро будет. Поспи ещё, пожалуйста. Они как люди едут, а мы... А мы как-нибудь сами собственным вагоном. Сено. А ну прочь, пошли! Скорее, скорее, давай, давай! Двери закройте, чужим никому не открывать. Почему нужно посмотреть этот фильм? Потому что он очень общечеловеческий, он про любовь, он про семью, он про детство, он про маму и про папу, про то, что нас всех связывает. А что для вас вот семья? Для меня это абсолютно всё. Мне кажется, больше смысла, сильнее смысла вообще в мире очень мало. Потому что мне кажется, что зритель соскучился по нормальным человеческим эмоциям, по простоте чувств, эмоциональным потрясением. У меня было два показа. Я выходил после просмотра в Варнауле. Когда зрители стали хлопать, падали носовые платки. Это был такой потрясающий образ. Мне кажется, что мы не так закрыты бронёй. Хотя мы закрылись бронёй, мы эмоционально не хотим расходоваться даже к близким людям. Нам проще закрыться, проще не видеть, не чувствовать, не сопрягаться. Вот. Мне кажется, что это печально и что есть шанс ещё пробиться. Попробуем. К мужу едем? Да. Почти год назад уехал по вызову в Москву и пропал. Даже он делался вот такой, красавица. Длинная история. Какой самый ценный совет дала вам ваша мама? Мне кажется, мама так много даёт советов. И всё, что наполнено в ребёнке, это всё от мамы. Папа – это чудесно. Но мама – это так многогранно. Это так всеобъемлюще. Поэтому всё, что есть у нас – это великая мама. Чем сейчас можно удивить зрителя? Не знаю. Как говорил, по-моему, Пётр Фоменко, всё уже было, нас не было. С правдой, настоящей правдой. Потому что всё искажено. Мы всегда в сомнениях. И есть вещи, которые первичны для нас. Они важны. И когда мы слышим созвучные вещи, которые мы действительно переживаем, вот это важно. Какой эпизод вам дался сложнее всего? Сложнее всего было играть такие вещи, которые играются здесь сейчас. Они всегда равны тому моменту, который ты проживаешь сам в жизни. Это не всегда просто бывает. Но если чисто физиологически, то в картине есть прекрасный момент, на самом деле он очень любимый, несмотря на то, что он сложный, когда моя героиня бежит за уходящим поездом. «Мама! Мама! 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 Мама!» Дети в поезде кричат «Мама! Мама! Мама!» И она изо всех сил бежит. И я поняла, что, когда мы снимали, что поезд движется очень медленно. И я его, в принципе, догоняю. И тогда я попросила машиниста, чтобы он чуть-чуть сделал быстрее. И когда я поняла, что я бегу, я не могу догнать поезд, и дети кричат, я включила уже девятую скорость и прыгнула в него. Да, это хороший момент. И в фильме он классный получился. Больше всего я волновался за разговор Жени Симонова, которая сыграла потрясающе. И Сашу Урсуляк. Когда две женщины, одна судьба, которая положила во имя ради семьи свою жизнь, свою карьеру, а другая во имя мировой революции положила свою честь, достоинство. Этот разговор, он для меня важен, для концепции его истории, но важен, и это они сделали фантастически. Вот могу руку дать на ощущение, что зритель со мной согласится. А ты срочно пришлось уехать в Антарктиду. Там недобитые фашисты прячутся в ледяной пещере. И ему надо их отловить. Как тебя зовут? Ю. Необычное имя. Кто тебя так назвал? Мама? Вова! Буся! Я тебе что говорил? Не вылезать из вагона! Я же просила Люся! Так, я сейчас спрыгну. Все! С Богом! Если бы ваша мама была сегодня на примере этого фильма, что бы вы ей сказали? Мой величайший восторг жизни, потому что я прожил уже большую жизнь. И благодарность ей, потому что всегда меня потрясало, как она распределяла свою любовь и свою заботу. За пять нас было, пять детей. В равной степени. И как все в достоинстве и честью прожили свою жизнь. Это мама. Как выстраивать отношения маме со своим ребенком? Я бы посоветовала, чтобы мамы могли найти в себе силу и терпение разговаривать с ребенком, особенно по дростковому бодрости. Сесть поговорить и без осуждения. Все-таки попытаться узнать у человека, молодого и растущего, что его беспокоит? Довериться. Когда есть доверие, я стараюсь не давить на свою дочь. Я так говорю, доченька, а что ты мне расскажешь? А хочешь, если ты хочешь, конечно, расскажи мне, поделись со мной. Но если не хочешь, не рассказывай. И она по-любому мне расскажет. Не сегодня, так завтра. Когда она будет к этому готова. Она поделится своими эмоциями о своих друзьях и так далее. Будут невредности. А зачем же мы едем? Куда мы едем? Что с тобой такое? Зачем ты врешь мне и себе? Я верю в то, что с ним все хорошо и она нас ждет. Что у вас ждать от фильма? Те самые трогательные отношения между мамой и ее детьми. На что способна мама ради детей? Послевоенные времена очень тяжелые, непростые. И все-таки это наш фильм Советского Союза с сегодняшнего времени, те эмоции, которые сегодня с нами всегда. Это очень ценная любовь мамы и детей. Эта картина сегодня нас удивит по-настоящему. Мне очень нравится актерский каст и, безусловно, режиссер. Поэтому ожидаем что-то очень интересное. Я думаю, что это должно быть очень сильное кино. Прекрасный актерский состав, продюсерский. Сценарист Андрей Кончаловский. И это о многом говорит. Мне нравится, что в его фильмах есть мудрость, есть мысль. И после его фильмов еще долго не можешь прийти в себя. Сильное. Это только начало. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами я, Лорионова Ирина. И рубрика «Это интересно». И сегодня в выпуске мы продолжим рассказ о визите княгини Ольги в Константинополь. И в программе мы расскажем о тех далеких событиях, которые так важны, чтобы понять современный ход истории и посмотреть в будущее. Итак, княгиня Ольга приехала с посольством ко двору императора Константина Багряна Родного с целью достижения очень важных политических решений. Для объединения российских земель ей необходимо было объединить их духовно при помощи единой веры, которая однозначно была выбрана как православная. Этому способствовал наставник княгини Ольги, монах Григорий, который всегда был с ней, и от него она узнала многое о православии, что позволило ей и стать последователем этого вероучения и принести эту веру в славянские земли. Славьи, архангель, Руси, Руси, Славьи, архангель, архантесса Ольги, Ольга. Приветствую тебя, Константин Багряна Родный, Владыка-Царьграда Рада и земель, Величество Георгий. Салюта пои, Принципеса Ольга, Арконтеста Биуссия. Приветствую тебя, княгиня Ольга, Арконтеста Руси. Поражённой красотой, мудростью и образованностью княгине Ольги, император Константин сделал Ольге предложение. Ему было интересно связать свою судьбу с такой удивительной женщиной. Хочу тебя взять в жены. Ну, если хочешь взять меня в жены, как ты можешь сделать это? Язычницу. Значит, крестить должен меня. Сам крестить. Если не сам, не крещусь. Но княгиня Ольга отвергла его предложение. Но она не могла это сделать категорично, поскольку была поставлена задача, она была мудрым политиком, дальновидным политиком. Ей было непременно нужно принять крещение именно Византии и по возможности попросить императора, чтобы он сам вместе с патриархом участвовал в этом великом таинстве. Для того, чтобы её принадлежность к этому таинству через участие императора было более весомым и влиятельным в глазах мировой общественности, поскольку заботилась княгиня Ольга о процветании и могуществе своего государства. Господу помолимся. В имя Твое, Господи, Божия истина, Единородного Твоего Сына и Святого Духа, возлагаю я руку мою на рабу Твою, которая решила обратиться к Твоему святому имени и под сенью крыл Твоих укрыться. И наполни её верой в Тебя, любовью, надеждой. Да понимает она, что Ты есть единственный Бог, истинный, наш Господь Иисус Христос, Сын Твой и Дух Святой Твой. Ибо Тебя воспевают силы небесные, Твоя будет слава Отца, Сына и Святого Духа. Княгиня Ольга принимает мудрое решение, попросив императора стать её крёстным отцом. Так и случилось. Ольга была крещена патриархом и императором в православии с соблюдением всех канонов, традиций, совершив полностью этот таинственный обряд. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Бога Иисуса Христа, Сына Божьего Единородного, и же от Отца, рождённого прежде всех век, света от света, Бога истинно от Бога истинно, рождённо, несотворённо, геносущно Отцу, им же всё выше. Нас ради человека, нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося из Духа Святого и Марии Девы, и воскресшего в третий день по Писаниям, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего судите живым, и мертвым. Его же царствию не будет конца, и в Духа Святого Господа животворящего, и же от Отца и Сына исходящего, и славимого, глаголовшего пророки, верую в единую святую, апостольскую церковь, исповедую едино крещение, восставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Аминь. Глория Те, Глория Те, Глория Те, МSiВА ПРЕСЕНТИСИМА МАДРЕ, САНАНТЕ ЛЕНА И ДИ ТУТТИ В САНТИ Отрекайся ли ты от сатаны? От всех тел его, от всех домов его, от всего служения его и от всей гордыни его? Отрекайся! Принунчи о сатана! Отрекайся ли ты от сатаны? Отрекайся! Отрекайся ли ты от сатаны? Отрекайся! Ольга, аркунтесса, гирайте verso эст Теперь, аркунтесса Ольга, повернись к востоку Когда же отрекаешься от сатаны, разрывая совершенно всякий с ним союз И давние согласия с адом, тебе открывается рай Божий, насажденный на востоке Откуда за преступлением изгнан был наш праотец? Это означает, ты обратилась от запада к востоку, к стране света Сочетаешься к Христу Сочетаешься как к Богу и Царю нашу И веруешь в Ним? Верую, как к Царю и Богу Аминь, аминь 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 О, СПИРИТО САНТО, ЧЕ НЕЛ БАТТЕСИМО ЕРЕСО ФИЛЛЬО ДИ ДИО И КРИСТИАНО, КОМПИАЦИТИ ДИ СЦЕНДЕРЕ СУ ДИ МЕ НЕЛ САКРАМЕНТО ДЕЛ'УНИНЕ И ИНВИА АДЕССА И ТУИ ДОНИ. СОТВОРИ АБИТИЛЬ ДУШЕ МОЕЙ И ПОШЛИ ЕЙ ДАРЫ ТВОИ. ПОШЛИ ДАР ПРЕМУДРОСТИ, ПОШЛИ ДАР КРЕПОСТИ, ЗНАНЯ, РАЗУМА, ПОШЛИ ДАР БЛАГОЧЕСТИЯ И НАПОЛНИ МЕНЯ СТРАХОМ ГОСПОДНИМ. ОТЧЕ НАШ, ИЖИЕСИ НА НЕБЕСЕХ, ДО СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЕ, ДО ПРИИДЕТ ЦАРСТВИЕ ТВОЕ, ДО БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ, ЯКО НА НЕБЕСИ, НЕ НА ДЕБЕСИ, И НА ЗЕМЛИ. ВЕК НАШ НАСУЩННЫЙ, ДАШЬ НАМ ГНЕСЬ, И ОСТАВИ НАМ ДОЛГИ НАШЕ, ЯКО ЖИ И МЫ ОСТАВЛЯЕМ ДОЛЖНИКОМ НАШИМ. И НЕ ВВЕДИ НАС ВОИ ИСКУШЕНИЕ, НО ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВУГА. АМИН. В ЧЕСТЬ ПРИНЯТИЯ ПРАВОСЛАВИЯ ПЕРВЫМ АРХОНТОМ РУСОВ, ПРИМИТЕ ДАРЫ. Благодарю Вас, Василевцы. И когда Константин Багрян Родный обратился к княгине Ольге с вопросом о том, какое решение приняла она, выслушав его предложение, поскольку теперь они были равны, ибо император православной державы не мог взять в жены язычницу. И теперь, когда они были равны, император вернулся к этой теме, а княгиня Ольга ответила ему мудро, что не может она принять его предложение, потому что не принято в христианской традиции, чтобы крестный отец брал в жены свою дочь, поскольку черью названа, дочерью названа теперь княгиня Ольга, и это звание императорской дочери, императорской чери, было настолько серьезно и статусно, что это звание. Крестница императора была выше даже по статусу, чем положение жены императора, Августе. Теперь мы с тобой единоверцы, и я выполнил, Ольга, твое желание. Теперь ты крышена в православии равна нам. И теперь ты крышена в Боге на земле, как царица. Прошу. Выполнить твое обещание. Обещание? Какое обещание? Стать моей женой! Спасибо за дар, Василевс. Только нет такого закона у христиан. Чтобы взял ты меня в жены, ведь я крещённая дочь твоя. Я в жены, твоя дочь, матеза. И таким образом Ольга добила своего. Она стала крёстной дочерью великого императора и могла теперь таким образом дать правильный и вежливый отказ на предложение Константина Багряна Родного. Кроме того, её авторитет, как правительница, был теперь необыкновенно высок, поскольку она была уже теперь частью императорского дома византийского государства. «Передам я потомкам веру православную. Если Господь вселил в сердце мою веру, пусть и народ наш верует в Господа нашего Иисуса Христа. Если хочет он сохранить нашу Русь, то пусть и будет так. Слава нашим землям! Слава нашему народу!» При этом в летопись сохранились данные, что княгиня, встречаясь с императором, не била земных поклонов, как было принято. Она разговаривала с ним на равных, что говорило о том, что княгиня действительно была уверена в своём политическом и экономическом влиянии, и что она воспринимала себя равной византийской власти, обладая тоже большой властью своих славянских землях. Она общалась с императором на равных. Это тоже удивило императора и прибавило, конечно, шарма её женскому образу, потому что это было очень достойное и необычное поведение того времени. Император был поражён, поскольку все подданные, и не только подданные, но и послы, и главы государств, которые приезжали ко двору у Византии, конечно же, били земные поклоны и падали ниц перед величественным императором Великой Византийской империи. Княгиня Ольга заключала многочисленные союзы с греческими правителями греческих городов, земель для того, чтобы укрепить своё влияние в восточной части Средиземноморья. И через установление духовных связей с Византией, конечно, она планировала усилить позиции славянских земель и добиться серьёзного политического влияния. Изучая летописи и труды современных историков, специалистов в истории того времени, мы видим, что прямых описаний крещения княгини Ольги не сохранилось. Но то, что император сам называл княгиню Ольгу дочерью, дочерью, говорит нам о том, что, скорее всего, действительно, обряд крещения был совершён самим императором. Крещение княгини Ольги проходило в соборе Святой Софии в Константинополе. И это событие в летописях отмечено 14 сентября, в день большого праздника православного, в день воздвижения креста Господнего. При крещении княгиня Ольга получила крестильное имя. Она была наречена Еленой, как это было принято при крещении. Елена – Великая Равноапостольная. Елена была матерью императора Константина Великого, того самого императора, который прекратил гонения на христиан в Римской империи и стал первым христианским императором, собрав Первый Вселенский собор, который канонизировал основы христианской веры, и дал начало тому важному процессу, который привел к становлению христианства как государственной религии Римской империи. Известно, что именно святая Елена совершила поход для того, чтобы найти крест Господень. И этот крест был найден. И место Голгофы было найдено и обозначено как то самое место, где был распят Спаситель. И таким образом обретение животворящего креста относится именно к этому периоду. И княгиня Елена, и ее сын император Константин Великий таким образом заложили начало христианской эры в истории человечества. И княгиня Ольга получила при крещении имя Елена. Имя царь Града, столицы Византии, Константинополь в честь Константина Великого, сына Елены. События, о которых мы рассказываем, были описаны императором Константином Багряно-Родным VII, кому и приехала с посольством княгиня Ольга для осуществления такой важной государственной задачи, его трактати о церемониях. Крещение княгини Ольги стало очень важным моментом в истории России и стало первым шагом к крещению Руси и к принятию христианства. Но это произошло гораздо позже, в 988 году, при помощи великого князя Владимира Красного Солнышка, внука княгини Ольги, которая воспитала его и дала основы духовного развития, которое потом имело такое огромное значение для судьбы нашей страны и всего человечества. Приглашайте к экранам телевизоров ваших детей. Пусть они вместе с нами путешествуют во времени и узнают великую историю нашего народа и нашего Отечества. Для чего я все это задела, как вы видите, исключительно, чтобы порадовать вас, мои дорогие друзья, и выполнить миссию, которую наложил на себя 40 лет назад, стать просветителем нашего молодого поколения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok